Скорее всего, вы хорошо знаете героиню нашего видео, Вали Исаева, девочка, которая родила в 11 лет. В свое время это была громкая и, конечно же, скандальная история. Роман Вали, ученица 4 класса и Хабиба, 19-летнего парня из Таджикистана, вызвал тогда шок. Но потом пара поженилась и в семье появилось еще трое детей. Шумиха в прессе и на телевидении поутихла. Про Валю начали забывать. Несколько месяцев назад мы связались с ней и сняли видео. Оказалось, что Валя сменила имя и теперь она Муслима. С Хабибом отношения не сложились, они постоянно ругались. Муслима призналась, что муж ее оскорблял, бил, ревновал, не давал работать. В общем, дело закончилось разводом. Спустя время у Муслимы начались новые отношения, она вышла замуж и давала мне интервью уже глубоко беременная пятым ребенком. И тут опять будет но. Все подробности мы вам сейчас расскажем. После выхода нашего видео произошло удивительное. Такого количества просьб рассказать о герое снова у нас на канале еще не было. Расскажите, как сейчас Муслима, что в ее жизни происходит, какие ее новости писали нам зрители. Сейчас Муслиме 30 лет и ее жизнь опять меняется. Вот самое начало истории любви московской школьницы и парня из Таджикистана. Валя тогда училась в четвертом классе. 19-летний Хабиб Патахонов снимал комнату у бабушки Вали. Начался роман. И в итоге Валя в 11 лет родила дочь. Тогда эта история вызвала просто небывалый ажиотаж. Кто-то называл пару московскими Ромео и Джульеттой. Кто-то требовал посадить взрослого парня за связь с несовершеннолетней, как это и положено по закону. Обвиняли Хабиба в том, что ему нужно гражданство и прописка. Что в итоге? Хабиб избежал уголовного наказания. Они поженились. Потом один за другим появились на свет еще дети. Всего у пары четверо детей. Самая старшая Амина. Именно ее родила тогда еще школьница Валя Исаева в 11 лет. Сейчас Амине уже 18. Она совсем взрослая девушка. И сыновья Амир, Дамир и Юсуф. Но семья распалась. Об этом очень подробно Муслима рассказывала в нашем прошлом выпуске. Пару лет спустя наша героиня снова вышла замуж. И мы как раз снимали ее, когда она уже была беременна пятым ребенком. И в целом ждала от будущего только хорошего. Расскажите, какие у вас новости от того момента, когда мы с вами расстались? Ну, давайте по порядку. Я родила мальчика, здорового мальчика. Вес у него был 3,180 при рождении. Рост 50 сантиметров. Слава богу, что все хорошо. Это второй вопрос. С отцом ребенка мы не общаемся. На связь он со мной не выходит. Он знает, что у него родился сын. Сына я назвала Усман. За это время, получается, уже скоро Усману месяц будет. За это время со мной никто из его родных на связь не вышел. Хотя все прекрасно знают, что я родила ребенка. Как бы хотя бы поздравили бы просто. Я никакой помощи от них ничего не прошу, не жду. А каким был ваш выход из роддома? Кто вас встретил? Никто. Это было грустно? Вы знаете, на тот да, было очень грустно. Я до последнего надеялась, что приедет отец ребенка. Хотя бы увидеть его. Хотя бы просто увидеть. Хотя бы просто забрать из этого роддома и довезти до дома. Ну, нет. Я просто вышла с ребенком из роддома, заказала такси, уехала домой. И что вы чувствовали? А, Елена, это не передать словами. Правда, это не передать словами. Это очень больно. Просто остаться одной, без какой-либо поддержки. Это очень больно. И тяжело. И каждый день вот наступает вечер, да, там, допустим. И каждый день я, не знаю, мне хочется просто выйти на луну и рыдать. Но я понимаю, что эта ситуация не изменит никак. Как так случилось, что отец ребенка после обещаний любить и заботиться просто исчез? И как живут другие дети муслимы и ее бывший муж Хабиб? По поводу Хабиба. Хабиб, он находится в Америке. В Америке. Он уже второй год в Америке. Вот удивительный человек Хабиб. Ну-ну. Да, он там живет, он там работает. У него все прекрасно, все хорошо. Мы так же с ним не общаемся. Он то выходит на связь, то не выходит на связь. Когда я была беременна, он со мной на связь выходил. И вот в ноябре месяце я его попросила, чтобы он двоих мальчиков, старшего и среднего, отвез в Таджикистан. Потому что мне не с кем было оставлять их на время родов. Он забрал их, все хорошо, все нормально. Дети там учатся, дети ходят в школу, ходят в садик. Бабушка за ними там смотрит. Спасибо ей большое. Мы общаемся, он не запрещает. Ну, с Хабибом мы отношения никакие не поддерживаем. Мы с ним не разговариваем. На Юсуфа, на младшего ребенка он не помогает. Недавно была совсем такая ситуация. Мне дети позвонили по видеосвязи. Я уже дома была с маленьким ребенком. Мне старший сын спрашивает, мама, покажи, пожалуйста, Усмана. Это же брат. Он как-никак, он сводный брат. В любом случае. Да, мир увидел, а мир увидел, все. На следующий день мне звонит Хабиб. Даже не то, чтобы звонит, он присылает мне голосовой. Чтобы я никогда больше не видел и не слышал, что ты показываешь этого чертового ребенка там с моим детям. Он братом им не считается. Это столько всего я выслушала, что я уже, если честно, боюсь в адрес Хабиба что-либо делать. Просто я боюсь. Еще в прошлом видео Муслима признавалась, что терпела от Хабиба не только словесные оскорбления. Он ее бил. А как доставалось? Жестко. Ну а что именно происходило? Бил. Он меня в машине 4 часа бил. У меня было сотрясение мозга, сломан нос. Ну как бы... Вот, да, на фоне ревности. Какой ревности, я не знаю. Я никогда не давала поводов для ревности. Как выяснилось, за закрытыми дверями муж зверски избивает молодую супругу. Побоя область везде. Лицо, рот, ноги, спина, везде. То, что под одеждой девушка скрывает синяки, знали и коллеги Вали. Не раз, чтобы избежать побоев, молодая мама сбегала из дома к друзьям. Кто-то звонил и говорит, что меня муж избил, я не могу прийти на работу, потому что я вся синяя. Причиной такого поведения мужа стала ревность. Мол, супруга не появляется дома по ночам. Чтобы следить за своей возлюбленной, Хабиб даже установил специальную программу на ее телефон. Семейная жизнь Муслимы и Хабиба продлилась целых 18 лет. Постоянный контроль, ревность. Но при этом у себя на родине, Таджикистане, Хабиб взял себе вторую жену. В общем, дело кончилось, как вы знаете, разводом. В какой-то момент Хабиб перестал давать деньги на детей и совсем исчез. Муслима осталась без всякой поддержки. И вот Хабиб всплыл в Америке. Я вам, наверное, сейчас не открою Америку, если скажу, что в стране категорически, катастрофически не хватает IT-специалистов. Многие айтишники сейчас активно меняют место жительства. И государство готово предоставить им много льгот, чтобы айтишники оставались в России. Дефицит программистов достигает в России 1 миллиона человек в год. И это не преувеличение, а статистика. За хороших айтишников компании борются, как за большой приз. А вы скажете, как это меня касается, если я не айтишник? А я вам отвечу. Есть курс обучения айти-специалистов, где для старта нужно просто уметь пользоваться компьютером. И уже через 4 месяца у студента, то есть, например, у вас, будет уже достаточно знаний, чтобы начать искать себе работу. Я говорю о курсе «Тестировщик на Python» от онлайн-школы SkillFactory. Что делает тестировщик? Он моделирует ситуации, в которых работа сайта или приложения может дать сбой. Он проверяет, как справляется продукт с этими ситуациями и дает задание доработать. Он проверяет, например, выдержит ли сайт, если одновременно за покупками придет, скажем, тысяча пользователей. Если вдруг вам кажется, что в айти работают в основном мужчины, то это не совсем так. Большое количество женщин находят себя именно в тестировании. Если вы сейчас вообще далеки от айти, но вам хочется попробовать новую профессию, то этот курс точно вам подходит. И вообще, это самый легкий способ войти в айти. Еще раз повторю для старта, достаточно базовой компьютерной грамотности. И зарплаты в этой профессии привлекательны. Средняя зарплата тестировщика 120 тысяч рублей и растет с развитием ваших навыков. Начать работать тестировщиком можно еще до окончания курса. У студентов в SkillFactory появилась возможность проверить навыки на виртуальной стажировке ProMotion. И каждый студент получает сертификат по стажировке и письмо с рекомендациями. В SkillFactory есть карьерный центр, который помогает студентам найти работу. Я вам уверенно рекомендую этот курс от SkillFactory. Во-первых, потому что давно их знаю. А во-вторых, потому что у них действительно высокие оценки на независимых площадках. Таких как Google, Яндекс, Отзовик. Обучение происходит онлайн и можно учиться в любое время, из любой точки мира и совмещать с текущей работой. Итак, в январе SkillFactory дарит нашим зрителям скидку в 45% на курс тестировщик на Python по моему промокоду Елена. Итак, переходите по ссылке в описании к этому видео и получайте новую, очень востребованную профессию. SkillFactory учат тех, кого берут на работу. А какие у вас отношения с мамой Хабиба, вообще-то говоря? А мы с ней не общаемся вообще. Так, а как вы узнаете, как живут дети? Мне Амир пишет, старший сын. Он мне все рассказывает, как и что, почему. У Хабиба еще есть братья. Я могу позвонить дядям, соответственно, и узнать, как мои дети, как и что. Вопрос. Они уехали временно или это надолго? Нет, они уехали временно. Я надеюсь, что я их к лету, ближе к лету я их заберу. Наверное, найдутся люди, которые могут осудить Муслиму. Перед нами живой человек с очень непростым прошлым. Но вот задумайтесь. Девочка-москвичка, ребенок 10-11 лет, Вали Исаева. По сути, предоставлена сама себе. Кто ее родители, мама и папа, неизвестно. Есть бабушка, кстати, не родная. А вроде бы как мама отчима Вали, но тоже не факт. И в любом случае бабушка взяла на себя заботу о девочке. Но она все время много работает. И вот появляется мальчик, который дает Вале внимание. Потом оказывается, что он и не мальчик вовсе, а гораздо старше. Потом беременность. И потом, в каком-то смысле, вся жизнь Вали проходит под прицелом телекамер. И уже трудно отличить. Люди это смотрят, потому что привыкли как к знакомым героям сериала. Или правда, здесь все время происходит что-то беспрецедентное. И зрители как будто забывают, что перед ними живые люди, которым бывает по-настоящему больно. Что это не купленные актеры из телешоу, а настоящая человеческая жизнь. Настоящие слезы. Например, вы обратили внимание, что Муслима похудела с прошлой съемки? Потому что переживала и ничего не ела. Когда Усман родился, это было же Кесарева? Да. Какое по счету? Пятое. Так вообще можно? Ну, знаете, когда я подошла к врачу и попросила все-таки мне перевязать эти трубы, мне отказали. Сказали, что тебе 30 лет, и возможно, ты еще выйдешь замуж, и ты захочешь еще ребенка. Я говорю, ну это же уже будет шестое Кесарева. Сейчас все возможно, 21 век, поэтому мы не будем тебе перерезать трубы. Я говорю, я не замужем, я официально в разводе. Я говорю, я сама хочу решить этот вопрос. Я очень настоятельно врача просила, чтобы мне дали бумагу, чтобы я написала собственноручно, что я не по принуждению, а сама прошу. Мне даже главный врач роддома, он отказал. Значит, у нас есть все-таки 20% зрителей мужчин на канале. Поэтому мне бы хотелось чуть уточнить тему с перевязыванием труб. То есть вы хотели больше не беременеть? Ну, я вообще больше как бы не планирую беременеть, и не планирую замуж выходить. Ну, часто люди это не планируют. Но это же все равно происходит. Ну, часто, не всегда, конечно. Нет, вы знаете, Елена, на самом деле я больше не хочу. Мне достаточно пятерых детей. И тоже, знаете, вот с этой темой, я опять же вернусь вот к ютубу, да, к нашему первому видео. Честное слово, я не знаю, мне так обидно было читать вот эти все комментарии. Да куда она рожает, да она как свиноматка, да она такая, да она сякая. Мне хочется просто обратиться к зрителям и сказать, это моя жизнь, отстаньте от меня, пожалуйста. Если надо, я рожу. Если не нужно, я не буду рожать. А то ты рожаешь от первого встречного. Ну, где от первого встречного, когда у меня четверо детей, от одного мужчины я прожила с Хабибом 18 лет. Я не скрываю, что отец Усмана это моя ошибка, но опять же, это моя любовь была. Это любовь с первого взгляда. Я очень трепетно относилась к нашим отношениям, и там мы оба виноваты. Мы в отношениях виноваты оба, что мы разошлись. И то, что я от него родила, это спасибо Всевышнему, что он мне дал этого ребенка. И хорошо, что я не сделала аборт, я хотела сделать аборт. Я сейчас смотрю на Усмана, и я понимаю, что это копия папы. И я благодарна, что я не сделала аборт, что меня это все оберегло. Я не жалею, что я родила. И в дальнейшем, если я захочу родить, я ни у кого разрешения спрашивать, соответственно, не буду. Я рожаю, это мои дети. Я их в детский дом не сдаю. Я никого не принуждаю, чтобы мне помогали. Или там, ты рожаешь из-за пособий. Но не получаю я эти пособия. Потому что есть свои определенные причины, есть свои трудности. И просто я хочу обратиться вот к тем людям, которые меня будут вновь смотреть и писать гадости. Прежде чем написать гадости, вы подумайте и поставьте себя на мое место. И, пожалуйста, не оскорбляйте ни меня, ни моих детей. Вот все, что я хочу сказать. Справедливости ради нужно сказать, что наши злые на язык комментаторы детей, в общем, не оскорбляют. Вот весь запал яда достается четко вам. Ну или Хабибу. Конечно, заряд яда достается взрослым. Все-таки справедливости ради. Ну да. Но все равно, знаете, мне очень многие писали, особенно по поводу второго сына. Он у меня светленький, он как бы блондин с голубыми глазами. И все постоянно мне писали в Инстаграм или ВК. А ты, наверное, гулящая все-таки, раз у тебя сын беленький, светленький. Ну давайте начнем с того, что мы делали ДНК-тест. И он 100% сын Хабиба. И все дети от Хабиба. И Хабиб это прекрасно знает. И он мне ни разу не потыкал, что ты гулящая, что ты там, наверное, не от меня родила. Ни разу такого не было. Может быть, они в комментариях этого не пишут, но мне лично люди это писали. И мне это было очень обидно. Я что, каждому должна все доказывать, извинить? Я никому ничего не должна. Это моя жизнь. И даже если бы он был бы не от Хабиба, этот ребенок мой. Все. Насколько вы хотите ограничиться именно пятью детьми? Ну то есть вы хотели перевязать трубы. Есть такие неоперативные способы, контрацепции, эффективные. То есть насколько вы хотите остановиться с беременностями? Или как пойдет? Нет, ну конечно, ни в коем случае как пойдет. Я не знаю, как это правильно назвать, но вот знаете, там есть такие виды контрацепции, как спираль. Я на это не готова. Да почему? В свой организм чего-то пихать я не готова. Раз уж мы зашли так глубоко в гинекологию, почему не готова? Ну смотрите, со спиралью тоже можно забеременеть. Давайте начнем с этого. У меня есть парочка знакомых, подружек, которые даже с ней они забеременели. С таблетками тоже можно забеременеть. Я вообще считаю то, что не беременеть, это не нужно иметь мужчину. Сейчас на какие-то отношения с мужчиной я не готова. Мне нужно вырастить Усмана. У меня еще Юсуф маленький, ему три годика. Поэтому как пойдет, наверное, все-таки. Я сама выберу, какую мне контрацепцию применить, так сказать. И каждый раз мне тоже об этом писали. Ее что, не научили презервативами пользоваться? Нет, не научили. Это, наверное, не я должна думать, а мужчина. Ну я просто не знаю, Елена, как еще это назвать, правда. Сейчас я не готова к детям. Еще в первом нашем видео Муслима рассказывала про проблемы с отцом пятого ребенка. Конечно, у отца пятого ребенка есть имя. Его зовут Ислам. Тогда они ждали появления малыша, но уже были ссоры. Ругались из-за того, что бывший муж Хабиб вмешивался в жизнь муслимы. Тот, конечно, был недоволен появлением в доме нового мужчины. Еще не нравилось избраннику, что муслимы не всегда ходят в платке, как того велят обычаи. Ссорились, смирились. В итоге был мусульманский обряд бракосочетания, так называемый никах. А за три месяца до рождения ребенка будущий отец уехал. Вроде бы по делам. Но оказалось все не так. Он просто взял и уехал. Сказал, что он едет домой повидать сестру. А получилось так, что через три месяца после этого никаха человек просто исчезает. Он поехал домой. Он какое-то время выходил со мной на связь. Потом стали ходить слухи о том, что... Ну, он же хотел вторую жену. Он мне говорил об этом прямо в лицо. Я хочу вот ту девушку, с которой я общался до тебя пять лет, взять второй женой. Соответственно, у меня вопрос. А почему ты до меня не женился? Ну, вот так получилось. На что я ему сразу сказала, дай мне развод. Я не буду с этой ситуацией мириться, дай мне развод. Потому что до нашего заключения брака он мне говорил, что никакой второй не будет. Ты не переживай. Я ему говорила, Ислам, я не смогу тебе родить много детей, потому что у меня операция. Если ты это принимаешь, принимаешь, но давай только так, чтобы без вторых жен. Хорошо, хорошо. Мы на этом сошлись. Опять же, в очередной раз, поверив ему, мы заключили это бракосочетание. По сути, внутри муслимы, как мне кажется, остается все тот же ребенок, который отчаянно нуждается в любви и заботе. В ее 11 лет все это обещал Хабиб. После того, как Хабиб ушел из ее сердца, она встретила мужчину, который опять пообещал заботиться и не бросать. И стать тем человеком, на которого можно в жизни, наконец, рассчитывать. И она опять поверила, потому что отчаянно в этом нуждается. И опять не получила. Это домашнее видео записано практически сразу после рождения ребенка. Здесь муслима в первый раз рассказала нам, каким ударом для нее стало отношение отца к рождению сына. Родились мы 380, самый большой из детей, 50 сантиметров, здоровый. И, слава богу, я очень переживала, что вдруг будет что-то не так. Не надо, отойди, ему больно. Не надо так делать. А вот. Копия папа. Но папа, к сожалению, его так и не увидел. И вообще он отказался от него. Знает о рождении сына, да, и знает его троюродный брат. Со мной никто на связь так и не вышел. Ну, родители, я думаю, что мама, может быть, там и спрашивала, интересовалась у него. Но со мной нет, никто на связь не вышел. Попросили бы там по-человечески, покажи. Он видел фотографию своего сына, я ему отправляла. Он говорит, он очень похож на меня. Ну, реально, ребенок похож прям на своего отца, прям копия. Ну, вот, поэтому, ну, не знаю, может быть, со временем. Я не знаю, что я им такого плохого сделала, что они даже не хотят малыша видеть. Просто вы меня не видели в домашней обстановке. Это я сейчас такая, да, там, нарядная, накрашенная, наряженная, красивая, приехала к вам, радостная. Вы меня просто не видели дома. Что бы мы увидели? Это просто, ну, вы бы увидели бы, вы бы увидели просто черное пятно, не человека. Просто черное пятно. Как бы основной причины нашего развода нету. По какой бы причине человек мог бы мне дать развод? Он мне говорил тогда, что там, ты не одеваешь платок. Я ему по поводу этого платка объясняла и не один раз, что мне нужно к этому прийти. Он согласился со мной. Потом, когда он мне дал развод, соответственно, мне же сказал об этом его сестра. Ну, вот я не знаю, что бы вы сделали, я просто, я такой человек. Я ему позвонила и начала ругаться. И ругаться, конечно, не очень прелестными словами. Его это обидело. И сейчас я виновата в том, что у меня не очень хороший язык. На что я ему написала, я говорю, а как бы ты бы отреагировала, если бы я бы поступила бы с тобой так, допустим, был бы ты девушкой, а я бы была бы мужчиной, оставить беременную и просто вот уехать. А недавно я совсем узнала, что он женился. Мне написала, ну, как бы его жена в инстаграм, что я его жена и по шариату, и по ЗАГСу там. Типа я ответила, что ты от меня хочешь? Ничего. Типа мы ждем тоже малыша. Я говорю, ну, дай бог, счастья вам. Я просто не понимаю, где совесть у людей? Почему я никому не пишу? Мне было бы, Елена, реально обидно, если бы, допустим, я бы со своей стороны там в браке с ним общалась бы с другими мужчинами. С твоего рождения я записала Хабиба. Но это даже не я записала, а записали автоматом в МФЦ, в ЗАГСе. А вот сказали, что потом через суд можно будет поставить прочерк. Сейчас, говорит, мы тебе прочерк не сможем поставить по закону, так как не прошло у меня 300 дней с официального развода. Вот. Ну, сейчас немножко малыш окрепнет, где-то после Нового года, после всех морозов я буду подавать в суд, чтобы поставили в итоге прочерк на ребенка. Я даже не хочу записывать отца ребенка. Раз один раз отказался, я как бы сказала, сам через суд на меня не рассчитываю. Я поставлю прочерк и все. А вот он мне не говорил, соответственно, никто из его родных не говорил, что он женился. Ну, мне, конечно, больно, это все и неприятно. Я до сих пор переживаю расставание с ним. Но какими словами вы называете то, как поступил отец Усмана с вами? Это большое предательство с его стороны. Это огромное предательство с его стороны. Просто понимаете, Елена, ситуация в том, что... Ну, вот так же, когда писали, начнем с этого, что чеченец никогда не женится на такой девушке или там чеченская женщина никогда не примет сноху там, потому что у нее дети там от разного, ну, от разных мужчин. Давайте начнем с того, что Ислам все знал изначально про меня. Я его не обманывала ни на минуту. И он знал, что у меня четверо детей. И он знал, что у меня есть бывший муж Хабиб. Он все знал, Елена. Он знал от и до. До момента заключения нашего Никаха он звонил маме. Он говорил маме, мама, я общаюсь с девушкой, у нее трое детей. Мама говорила, не надо, Ислам, я против. Он все равно настаивал на том, что он любит. Он хочет защищать меня. Он хочет защищать моих детей. Он много что обещал. Он клялся Всевышним, что я никогда тебя не оставлю. Я никогда тебя не брошу. Я всегда буду рядом. Ты можешь на меня рассчитывать. Я вижу, что ты одна. Ты сирота. Сироту обижать нельзя. Я буду тебе помогать. Получается, что это просто пустые слова. Оставить просто в беременность оставить. Получается, что он своего ребенка бросил еще в утробе, когда он был. И я до последнего не хотела выходить за него по Исламу. Потому что я ему всегда говорила, что если твоя мама против, без благословения родителей замужем я быть не хочу. Мне достаточно было первого брака. Там тоже всю жизнь мама против. Но в итоге Хабиб почему-то взял все в свои руки. Как пойдет, так и пойдет. И он не оставил, не бросил. Когда Амина родилась, он же мог бы и не приезжать, допустим. Но он пошел до последнего. И мы много что вместе вытерпели. Каким бы он плохим человеком ни был, он же не бросил детей. Ну хорошо. Мы понимаем, что вот этот мужчина, отец Усмана, совершил предательство в отношении вас. Давал вам клятвы, которые нарушил. Обещал вам многое, что потом не сделал. Вы думаете, что вам нужно много времени, чтобы это осознать, принять и пойти дальше? Я думаю, что да. Я сейчас, допустим, не поверю ни одному мужчине. Вот если на данный момент считать, то я не верю, я не доверяю, я не хочу даже ни с кем общаться. Правда. Мне на самом деле очень больно. Очень больно. До глубины души мне так обидно. Я же прекрасно понимаю, да, это все-таки ислам. Это мусульмане, да. Это в любом случае, может быть, там произошло бы. Так же, как и у Хабиба это было. Он же тоже имел вторую жену. Новая жена появилась у Хабиба после рождения второго ребенка. С Валей, тогда муслиму звали еще так, он не разводился. Второй брак был заключен по исламскому обряду. Свадьбу показывали в популярных ток-шоу, громко обсуждали. Но брак то ли настоящий, то ли постановочный быстро распался. Я реально сейчас чувствую то, что мне нужно работать с психологом, потому что меня никак не отпускает эта ситуация. Если, допустим, когда мы расходились с Хабибом, я сама ушла из тех отношений, и я была очень рада, что наконец-то меня никто не трогает, меня не будут бить, меня не будут тыкать там или еще что-то. Я была очень рада, была настроена решительно. То вот с этими отношениями я очень, Елена, сильно похудела. Очень сильно похудела. И даже врачи, беременность моя, она меня очень сильно ругала, что я ничего не кушаю, я перестала кушать вообще. И даже вот соседи, которые бабушки, пожилые, которые меня знают уже очень давно, они мне говорят, ты очень похудела, нельзя так. У тебя дети, что ты с собой творишь, что ты делаешь. А у меня по-другому не получается это пережить. Мусима, еще до меня доносилось, что какие-то истории были с Аминой, что она как будто уходила, приходила. Можете рассказать чуть подробнее? Да, конечно, я это не скрываю. У меня очень много знакомых знает, что мы с Аминой поругались. Но это нормально, я считаю, что ей уже 18 лет, и то, что мы можем с ней поругаться, у нас какие-то недопонимания, как у родителей, дочки, да, там, у ребенка. После рождения Амины малышкой в основном занималась бабушка. Но это и понятно, ведь маме было всего 11 лет. Ребенка вообще хотели забрать из семьи органы опеки, но ее удалось отстоять. Бабушка воспитывала Амину, пока Валя училась в школе. Ну, а потом уже повзрослевшая Валя, конечно, тоже занималась ребенком. И как она рассказывала в прошлом видео, отношения мамы и дочки были прекрасными. Кстати, они удивительно похожи внешне, как мне кажется. Амина, она очень скромная девочка. У нее мама всегда на первом месте, какая бы ситуация ни случилась. Я знаю прекрасно, что за меня, как говорится, она порвет глотку любому. Она так никогда не будет заступаться за папу, как она будет заступаться за меня. Она окончила 11 классов, она сейчас работает и помогает мне с малышами. Домашняя девочка. Еще тогда находились люди, которые обвиняли муслиму, что старшей дочери вместо своей собственной жизни приходится помогать маме с детьми. И сейчас с рождением пятого малыша таких обвинений только больше. Можете сказать, почему вы поссорились? Ну, я считаю, что это не нужно говорить. Просто у нас произошли некоторые недопонимания с ее стороны и с моей стороны. Так как я еще была под гормонами, да, вот с этой беременностью. Мы друг друга не услышали. У нас немножко испортились отношения в беременность. У меня были свои переживания. У нее были на этот момент свои переживания, но она мне говорила, что ей тоже неприятно вся эта ситуация, но это понятное дело. Поэтому, ну, это немножко личное. Я бы не хотела бы это выносить. Все-таки отношения мамы с дочкой, это как-то... Просто встречалась в каких-то статьях, вы не представляете, факт рождения ребенка был максимально освещен. Вы продолжаете быть в центре внимания средств массовой информации удивительным образом. Я сама этого не понимаю, если честно. И мне встретилось много статей про то, что у вас родился ребенок, и про то, что Амина ушла из дома, потому что, кажется, как там было написано, отказывается заниматься новым ребенком, ну, и вообще детьми. Нет, это не так. Елена, давайте я проясню немножко ситуацию, потому что после нашего первого интервью мне тоже очень многие люди писали, что как ты можешь посадить Амину с детьми дом и сама заниматься своей личной жизнью, и не давать ребенку учиться. И я очень много читала комментарии в Ютубе, я старалась даже отвечать этим людям. Потом я просто на это забила. Как можно потерять психическое здоровье, если отвечать на тысячи комментариев? Вот я, наверное, немножко все-таки его потеряла. Из которых большая часть довольно оскорбительных. Ну-ну. Да, давайте я проясню ситуацию. Во-первых, я ни в коем случае Амину никогда не сажалась с детьми и никогда ей не приказывала, чтобы она мне помогала. Она это делала добровольно, и то делала она что? Она отводила и приводила детей из садика. Если я себя там плохо чувствовала, она могла там покормить их, спать уложить. Это бывало довольно редко. Это не так часто. Да, я ее сама выгнала из дома. Я ей сказала, если ты меня слушаться не будешь, то мне с тобой здесь делать нечего. Ты девочка взрослая, тебе 18 лет. Пожалуйста. Вон бог, вон порог. Хочешь, иди работай. Хочешь, иди учись. Я говорю, в свое время ни у кого помощи не просила. Меня так же, я бывало, уходила из дома и существовала сама. Когда жила, да, с Хабибом, я бывало моменты, что я уходила. Я ей сказала, если ты справишься, значит, я в этой жизни сделала все правильно. Если ты не справишься, значит, я настолько все сделала неправильно, что ты во мне будешь сомневаться. Но это было, сколько мы с ней не разговаривали, около месяца. Но я знала, где она находится, я знала, чем она занимается. Я знала, где она работает. Как бы со мной даже ее директор была на связи. Она говорила, что с Аминой все хорошо, там не переживай, все нормально. Она работает, нигде не гуляет, как бы нигде не ходит. А кем она работает? Она работает оператором доставки в ресторане. Совсем недавно я вот когда была в роддоме, она мне написала, поздравила с Днем матери. Она сама со мной вышла на связь. Сейчас все нормально, все хорошо. Она меня услышала, она извинилась. Она поняла, что она была неправа. Так же и я была неправа в этой ситуации. Я тоже признаю свою ошибку, я это не скрываю. Мы помирились, и все хорошо. Муслима, а когда вы ей сказали, вон Бог, вон порог, и она ушла, а куда она пошла? А куда можно вообще пойти жить, когда ты уходишь из дома в 18 лет? Куда она пошла? Она пошла к знакомым. К знакомой девочке. Потом она сняла какую-то квартиру? Нет, она там у девочки жила. Она знала, что рано или поздно я же ее все равно домой позову. Я же не оставлю ее там где-то. По поводу ее учебы. Два года назад она уже закончила школу. И у нее не хватает балла, проходного балла на ту или иную профессию. В итоге мы с ней решили, что она сейчас пока поработает. Тему учебы мы не оставляем. Соответственно, я знаю прекрасно, что ей нужно образование. И Хабиб даже готов оплачивать ее образование. Как папа он сделает все возможное. Так же, как и я, как мама, сделаю все возможное. Но тыкать меня постоянно тем, что я не даю ребенку учиться, я не даю ребенку вести свою личную жизнь, или я ее постоянно сажаю дома. Не надо меня в этом обвинять. Амина, когда ушла из дома и стала жить самостоятельно, по логике обычной, должен произойти, что называется, эффект пружины. Она должна немножечко пуститься во все тяжкие. То, что она вырвалась на свободу. В чем это проявилось? Это проявилось то, что она стала работать без выходных и зарабатывать деньги. Я тоже сначала поначалу думала, что она пойдет и по клубам. Но я предполагала, что ей свобода. Мамы контроля нет, папа не контролирует. Нет, на самом деле я очень приятно удивлена, что она осталась на работе. Единственное, что она сделала, это она проколола нос. Ну вот, протест, конечно, должен же как-то выразиться. Она мне сказала, ты же мне никогда бы не разрешила, но я бы не то, чтобы не разрешила, я бы просто, наверное, спросила бы, для чего тебе это нужно. Если бы мы с ней, допустим, поговорили бы, и она бы сказала, ну вот я хочу, вот все делают, и я хочу. Но нос я бы, может быть, и разрешила бы. Но она же еще и проколола язык. Но это не так страшно на самом деле. Я вообще спокойно отношусь, абсолютно. Ну то есть проколола и проколола, ну как бы, это точно не смертельно. Это можно снять, и все зарастет, поэтому я... Это хорошо, что она не сделала татуировку на все лицо, или там еще что-то, которое не смывается. Поэтому я спокойно к этому отнеслась. Сейчас она, получается, вернулась? Ну она не то, чтобы до конца вернулась, мы с ней поговорили. Она говорит, я хочу, говорит, сейчас вот до конца месяца доработать. У нее там, получается, где она живет, это недалеко от работы, а мы живем подальше. Ей ездить, соответственно, после работы не очень удобно. Но она мне помогает, как бы, если мне что-то куда-то нужно, она, да, она готова помочь. Там даже вот сейчас она сидит с Усманом, я приехала к вам, потому что мне некого попросить больше, чтобы мне помогли. Ну и тем более я, как бы, чужим людям бы я не доверила новорожденного ребенка. А все-таки Амина, она своя. Поэтому она знает тем более, как и что, и я доверяю полностью. Ну я надеюсь, что она уже после этого месяца, она вернется, и все будет хорошо. Я прекрасно понимаю, что ей 18 лет, она девочка взрослая. Единственное, что я от нее прошу, Амина, пожалуйста, не совершай моих ошибок. Не совершай. Ты совсем живешь другой жизнью, у тебя другое поколение, у тебя другие знакомства, все другое. Пожалуйста, не совершай моих ошибок. Все, что я ее прошу. Каких ошибок не совершай? Не нужно доверять людям. Сразу вот как я вот, да, вот как отцу ребенка, отцу Усмана. Я доверила, я поверила. Я посмотрела, что человек хороший. Да, у нас прошло мало времени, пока мы там познакомились, там до брака, забеременела. Поэтому я считаю то, что мое доверие вот именно к этому человеку, это моя большая ошибка. Это огромная ошибка, которую я совершила. Смотрите, вы человек, который, несмотря на молодой возраст, прожили длинную медийную жизнь. То есть количество эфиров, интервью, статей, оно просто, возможно, приближается к лидерам музыкальных хит-парадов. Это чей профессиональный интерес все время давать интервью и как бы мелькать на страницах. Вы где-то близко по количеству, на самом деле, упоминаний в СМИ с ними. И почему тогда вас так задевает хейт? Я не могу к этому до сих пор привыкнуть. Уже сколько времени прошло, я не знаю, почему. Я не могу взять и не читать эти комментарии. Правда? У меня вот прям рука лезет открыть YouTube, найти свое видео и вот прям почитать. Мне хочется, что про меня пишут. Мне, конечно, важно мнение людей, хотя мне всегда говорят муслима. Не надо смотреть то, что о тебе говорят. Говорят, значит, уже хорошо. Значит, ты живешь, и им своя жизнь неинтересна. Но мне же хочется почитать. И вот когда начинают там писать гадости, я же говорю, мне хочется каждому человеку ответить. Так или иначе. Почему ты мыслишь за меня? Почему ты пишешь то, что нету, допустим? Или почему, с чего ты взял или взяла, что вот оно так должно быть? У всех своя судьба, у всех своя жизнь. Да, у меня такая. А у тебя, может быть, вообще детей никогда не будет. А я наоборот благодарна, что у меня пятеро детей. И как-никак я с этой ролью, с ролью мамы я справляюсь. А вот почему хочется и... Мне хочется забыть, да, это все. Мне хочется, чтобы меня вообще никто не знал. Мне хочется совсем другую жизнь, да, допустим, прожить. Мне это тоже хочется. Но сейчас я ничего поделать уже с этим не могу. Я даже не выхожу там на улицу лишний раз. Стараюсь как-то не появляться на улице, чтобы меня меньше люди видели. И чтобы меньше говорили обо мне. А вот с Усманом же надо гулять. Ну вот зима, комбинезончики, колясочка. Ну, вы знаете, у нас, я живу на третьем этаже, и в доме нету лифта. И сложновато сначала коляску спустить, потом ее поднять. Так как после операции мне немножко еще сложновато. Ну так мы два раза с ним выходили. Мы выходили с ним, делали документы на него. И вот так с Юсуфом и с Усманом выходили там до магазина, доходили обратно домой. А как у вас продукты появлялись в первое время? Доставка. А, да. Доставка. Так же, как и детские товары, так же, как и продукты. Все через доставку. Два вопроса опять у меня возникло сразу. Вот смотрите, вы москвичка. Угу. Вы многодетная москвичка. Да. У вас должно не быть пособие, как у многодетной матери. Для маленьких детей есть не только пособие, а есть молочная кухня, всякие там пакеты молока, детское питание, которое стоит достаточно дорого. Если покупать ребенку в магазине, пошел ножками и купил там смесь, кашку хорошую или там пюрешки, вот эти в баночках. Это все бесплатно дают. Да, я знаю. Мы получаем молочную кухню, я получаю. Да. Пособие почему вы не получаете, я не понимаю. Пособие у меня... Я, во-первых, официально никогда не работала. Я работала, но неофициально, да. А это не важно? Нет, Елена, сейчас на самом деле это важно, потому что они смотрят доход. Если ты сейчас работаешь, то ты можешь получать пособие даже вот это до полутора лет по уходу. Так как я не работала, у меня нету дохода, я не получаю эти выплаты, мне в этой выплате отказали. Так вы тогда малоимущая многодетная мать, это еще выше доход. Малоимущая, да, смотрите, то же самое, да. У меня есть, я не знаю откуда вы, но у меня есть какие-то открытые счета в банках, в разных банках. Я даже, если честно, не понимаю, откуда они взялись. Это мне сейчас зимой, оставляя маленького ребенка на ком-то. Нужно три дня, это точно, чтобы объездить эти банки, закрыть все счета, взять с определенного времени выписки, что у меня там нету денег. Они все счета пустые. Все эти счета нужно предоставить в соцзащиту. Сейчас уже конец месяца, да. Соответственно, я ничего сделать не успела, не успеваю, и я не подам в этом месяце ничего. Десять дней праздников. Банки не работают. Хорошо. Десять дней праздников проходит. Допустим, если я занимаюсь этим вопросом. Я закрываю все счета. Мне нужно с налогового сайта взять опять эту выписку по счетам. Она действует в течение десяти дней. И я не знаю, смогу ли я подать на эти пособия или нет, потому что у меня нету дохода. Вот в чем проблема. Слушайте, Муслима, у меня родилась одна идея. Вот смотрите, чтобы мы хоть какую-то пользу принесли, давайте мы обратимся к нашим зрителям. И если среди них, конечно, это есть, есть какой-то юрист, юрист, который мог бы вам в качестве добровольной помощи помочь с этими пособиями, помочь оформить, помочь разобраться, я думаю, это уже было бы хорошо. Имея в виду сложную ситуацию, она правда сложная, это странно, не получать пособия, имея пятерых детей, вот ей-богу. Разобраться вам с этой историей и помочь вам получить пособия, которые вам так и так положены. Вы же так, мать пятерых детей, которая ими занимается, не работает. Очевидно, вы точно хотели бы и могли бы получать эти пособия, и надо, чтобы вам кто-то помог в этом. Ну да, потому что, знаете, мне вот какую-то консультацию получить, я как бы еще эту всю информацию в интернете, да, или там есть специальные люди, которые занимаются этими пособиями, у меня есть пару номеров телефонов, я пишу, они мне ничем помочь не могут, они говорят, езжай, закрывай счета. Я говорю, ну как, у меня вот грудной ребенок, а мне нужно поехать закрыть счета. Ну, как бы, соответственно, оставить с кем, а за какой период? Вы мне хотя бы подскажите, что, муслим, надо поехать там в банки, за такой-то период взять выписки, закрыть все счета. Вам нужно, чтобы человек все сделал. Хорошему надо просто, чтобы объявился юрист, который за вас бы это сделал. Я даже готова доверенность написать на все мои представления и интересы, чтобы хотя бы вот, хотя бы так это было. Мы надеемся, что появится человек, который вам с этим поможет. Правда, не сложно, я думаю. Так, идемте дальше. А как вообще вы живете, не получая пособий? Живу. Выживаю. Ну как, как? Ну, потихонечку, но я не хочу, Лен, правда, об этом говорить. Мне это все на самом деле очень сложно. Я, ну, я еле, я еле живу, вот так можно сказать. Из-за этого мне пришлось двоих детей отдать в Таджикистан, чтобы Хабиб им помогал. А известно, что Хабиб делает в Америке? Если честно, я не знаю. Я просто знаю, что он через Мексику туда попал. Мне Хабиб как бы досконально и все подробно не рассказывал. Ну, ему нравится там, он работает и работает, хорошо зарабатывает, он развозит доставку еды. И я знаю, что он еще отучился на большегруза и машины на водителя. Так он говорит по-английски? Да, он разговаривает по-английски. Удивительный человек. Конечно. Да. Это правда удивительно. Вот таким мы узнали Хабиба. Паренек из Таджикистана, приехал на заработки, работал пекарем в магазине, там же, где и бабушка Валя. Простой, немногословный. И вот он на наших глазах превращается в уверенного, напористого, постоянного участника громких шоу. Где он все время обвинял тогда еще Валю во всех грехах. То сомневался в отцовстве, то рассказывал об изменах жены, о новом семейном счастье со второй женой, то снова признавался в любви к Вале, ну и так далее. И снова перемены в его жизни. Он мне тоже как-то говорил, что я вас заберу, если ты там пожелаешь, еще до официального развода. На что я ему сказала, ты детей можешь, пожалуйста, забрать? Я не против, да, в Америку, если там есть возможность. Но я не поеду, ни в коем случае. Мне там делать нечего. Ладно, идемте дальше. Что вы думаете про работу? После всех новогодних праздников я буду опять искать работу. Ну не то, чтобы я буду опять ее искать, я ее и сейчас еще. Просто мне не удается, да, ездить как бы на собеседование, приглашают там туда-сюда. Но я надеюсь, что после всех праздников немножко вот этот ажиотаж пройдет, и я найду работу. Я не хочу сидеть дома. Мне нужна работа. Потому что поднимать даже, ну если вот не брать Амину, да, так как она работает сама, даже поднимать двоих детей маленьких, это очень тяжело в Москве. Это очень тяжело. И я все-таки добьюсь счет, куда я смогу своим старшим детям отправлять деньги. Потому что без денег их тоже я оставлять не хочу. Нуждаются они, не нуждаются, но это нужно обязательно делать. Я сейчас хочу, чтобы вот он немножко окреп, все-таки выйти на работу, потому что мне же в любом случае нужно поднимать сердце, помогать. И туда деньги отправлять детям, и с детям поднимать. Надо как-то двигаться вперед, надо развиваться, надо работать все-таки. Потому что кто мне поможет, мне никого нет. Вот куда возьмут, туда я пойду. Ну, конечно, не уборщицы. Возьмут на кассиры в магазин, пойду, значит, на классе работать. Возьмут в салон красоты администратором, значит, пойду в салон красоты администратором работать. Как бы вот, куда возьмут. Ну, вообще, я хотела где-нибудь в ночь работать, чтобы днем можно было быть с детьми. Ну, вот. Поэтому, ну, не знаю, посмотрим. Как по-моему. Помогает ли вам как-то? Вы вообще в Богу верите? Ну, я, так как я мусульманка, то я верю в Аллаха, конечно. Вам помогает это как-то? Вы знаете, помогает. Я в мечеть не хожу, но мы совершаем намаз. Мы просим помощи, да, у Аллаха, у Всевышнего. Я не совершаю намаз, но я тоже прошу помощи. И мне как-то вот это для души, мне это, мне спокойно становится, если я обращаюсь к Всевышнему. Я почему спрашиваю? Да. Не пробовали ли вы, ну, просто какие-то другие отношения строить? Я не знаю, там, с друзьями, с какой-то, условно, общиной. Ну, вот то, что мне в голову приходит, я не знаю, насколько, как существуют ли на свете мусульманские общины. Наверное, да, но другие же существуют. Нет, вы знаете, я даже никогда, ну, не пробовала и даже не знаю. Я об этом никогда не думала. То есть опоры еще где-то? А где я ее найду? Мусульманских общин в Москве точно нету. А где они есть, то я даже не знаю. Ну, ладно. А ничего не удалось узнать про каких-то членов вашей семьи? Ну, я имею в виду мамы, папы. Вот что-то не появлялась информация. О каких-то потенциальных родственниках? Нет, информации никакой не появлялась. Но я скажу одно, то, что когда я работала на Первом канале, мы искали всю информацию о родных. Там мы тоже ничего не нашли. Либо просто до меня как-то информация не дошла, потому что у меня знала только бабушка, да, все. И она мне многое что не рассказывала. К сожалению, я ничего не узнала. Напомню, что рассказывала Муслима в прошлый раз про своих родителей. Я не знаю про родителей совершенно ничего. Только то, что они чистокровные ингуши, они жили в ингушете. И когда они умерли, мне было два годика. И с двух до девяти лет я вообще жила в детском доме. Еще раз повторю, то есть получается, ваша бабушка была по факту вам не бабушка, а мама одному из ваших отчимов? Да. Бабушка Муслимы умерла уже почти четыре года назад. Поэтому какой-то поддержки старшего поколения, какого-то совета у девушки нет. У вас есть друзья? Ну, друзья нет. У меня есть одна подруга, с которой мы очень давно уже вместе дружим и друг другу помогаем. И все. А вот Амина, в свои 18, она... Вы могли бы сказать, что она вам близкий по духу человек? Конечно. Это в первую очередь человек. Это... Ну, вот Амина, она в первую очередь мне самая близкая. Не то чтобы как ребенок, а как подруга, как поддержка, как опора, да. Если спрашивают по поводу Амина, то да. Вам, как вы говорите сейчас, очень больно. Вы очень одиноки. Ну, одиночество чувствуете. Ну, понятно. И вообще жить трудно, надо сказать. Человеку, у которого нет опор, в других людях никаких. Что с этим всем вы планируете делать? Ой, я, если честно, Елена, даже не знаю. Я вот живу, знаете, как одним днем. Я не думаю, что будет завтра. Потому что я не знаю, что будет завтра. Я, может быть, завтра не проснусь. Или еще что-то случится. По какой причине? Ну, мы же все живые люди. Бывает же такое, что люди спят и не просыпаются. Бывает, а дети? Ну, у меня сейчас единственное только вот... Я для них и живу, получается. Я стараюсь жить, как могу. Я думаю только о них, потому что, действительно, если сейчас со мной что-то случится, они останутся одни. Я очень боюсь, что со временем, пройдет какое-то время, отец Усмана одумается и захочет его забрать. Но, соответственно, я этого не позволю сделать. Вот это я очень боюсь. Как дела? Мама. Спроси у Ислама, как дела? Привет, как дела? Так, что бы вас поддержало в этой ситуации? Я думаю, что мне сейчас нужно найти работу и просто отвлечься от всей этой ситуации, если у меня получится, правда, я не знаю. Я стараюсь как-то чем-то заниматься, даже вот домашними делами, да, но все равно наступает такое время, наверное, ближе к вечеру, что я все равно я каждый день думаю об этом, задумываюсь, прокручиваю себя в голове, почему все так. Тут нечего прикидывать. Не надо тут искать причины. Нет причин. Человек вас бросил в самый сложный момент, обещал вам, и все, что обещал, про все наврал. По-другому это никак не назовешь. Это в любом мире это вот так. Да, я постоянно ищу какие-то оправдания. Я постоянно хочу придумать что-то, что что-то не так. Да, но на самом деле это так и есть, потому что просто я каждый раз задумываюсь о том, что я-то его не предавала. Я не общалась с другими мужчинами, я не ходила, ни с кем не гуляла, да, там, допустим. Не нужны основания для такого поведения. То есть люди так поступают, ничего хорошего в этом нет. Я понимаю, если бы я бы его обманула бы там, допустим. Я ему тоже говорила, я понимаю, если бы я бы тебя обманула, и ты бы там сказал бы, вот ты там обманщица, вружка там, или там, ну, что-то бы, да. Ну, не знаю, ну, правда, Лен, я не знаю. Ясно. Ну, хорошо. Хорошо, давайте подводить итоги. Что про все про это вы поняли? Что я поняла? Я просто знаю, что я больше никому не доверюсь, и я не смогу больше доверять. Нужно жить дальше. Как-никак нужно жить дальше. Что вы себе говорите, ну, чтобы выйти из отчаяния? Какие слова? Как вы себя подбадриваете? Никак. Я просто занимаюсь детьми. И все. Я стараюсь больше времени уделять Исуфу, я стараюсь больше времени уделять Усману. Просто я не знаю, куда деть эту боль, понимаете? Я не знаю. Мне вот некоторые там говорят, там, подруга мне, пойдем там, давай там с ребенком оставим, там, пойдем, хотя бы выберемся куда-нибудь, погуляем, или там в какое-нибудь ночное заведение. Я говорю, ты понимаешь, я говорю, что мне это ничего не нужно. Я говорю, я не хочу. Я не хочу. Она говорит, а если вот, допустим, он вернется, ты его примешь? Я понимаю, что я его не приму. Я не буду с этим человеком больше дальше никак. Хоть он пускай там на коленях стоит, хоть он там золотые горы мне покажет, я не буду. Но я ей говорю, мне очень тяжело, мне не нужны эти клубы, мне не нужны какие-то там торговые центры. У меня просто нету даже желания выходить на улицу. Еще вопрос. Вот смотрите, вот мы смонтируем видео, опубликуем его. Там опять начнется. Ну куда ты опять рожаешь? Начнется, я даже больше, чем уверена. А вы и так в плохом эмоциональном состоянии. Что вы будете делать с этим? Я, наверное, просто телефон выкинула, я не буду смотреть YouTube. Слова поддержки вам чуть-чуть дают ресурс? Поддерживают слова добрые вас в каком-то смысле? Немножко поддерживают, да. Но это совсем мало. И знаете, я, конечно, очень благодарна тем людям, которые пишут, что ты молодец, там у тебя детки, ты красивая, умная девушка, там очень много пишут на самом деле хороших слов. Я очень благодарна этим людям. Большое вам спасибо. Но сейчас вот именно с этой болью я не могу это воспринимать на все 100%, можно так сказать. Я читаю, я читаю, как будто я прочитала, и все, я забыла. Я читаю плохие комментарии, я прочитала, да, у меня это остается в голове. Мне очень многие девочки писали, что займись блогерством. Из тебя вышел бы очень хороший блогер, там, так как ты мамочка. Но я понимаю, что да, это и хорошее занятие, и можно на этом заработать. И тем более меня многие люди знают. Даже если с одного видео взять, там, 4 миллиона просмотров, да. А я не знаю, что людям показывать, я не знаю, что говорить. Вы и так обо мне все знаете. И у меня к вам последний вопрос. Что сейчас вы считаете в жизни главным? Мои дети. Для меня главное в жизни это только мои дети. Это не меняется? Нет, это не меняется, это никогда не изменится. Вы в прошлый раз это сказали? Да, это не меняется, Елена, это никогда не изменится. У меня растет сейчас прекрасный маленький ребенок. Ему вот 29 числа будет только месяц. Это самое главное. Больше ничего главного в моей жизни нет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»